Всем привет! Это компания Киберкрафт. В этом видео мы расскажем вам, как подключить электронику в костюме Железного Человека Марк 6. Сверху спины торчит разъем для подключения шлема Железного Человека. Все разъемы имеют одно положение для подключения, и включить в обратном положении их невозможно. Также имеется защелка для фиксации разъема. Разъем сам по себе не отщелкивается. Для отщелкивания разъема необходимо надавить на язычок и потянуть в разные стороны разъема. Аналогичные разъемы имеются для подключения рук. И сбоку торчит разъем для подключения к груди. В центре спины имеется блок управления электроникой. На нем сверху индикатор заряда батареи. При нажатии кнопки показывается уровень заряда. Снизу, либо сбоку, имеется тумблер включения и гнездо для зарядки. В комплекте с костюмом идет специальное зарядное устройство. Костюм заряжается через этот разъем при выключенном тумблере питания. При включении на мгновение загорается подсветка и также включается подсветка глаз у шлема. Чтобы включить всю подсветку после одевания, нужно на левой руке под пальцем зажать кнопку на несколько секунд. Включится подсветка груди и будет полезно делать зарядку. Перейдем к демонстрации функции костюма. Внутри ладошки есть кнопка, которая управляет выстрелами репульсеров из рук. При вот таком положении руки происходит выстрел. Также есть функция отмены выстрела. Аналогичный репульсер имеется на второй руке. На правой руке под пальцем имеется кнопка управления забралом. При долгом зажатии на эту кнопку меняется подсветка глаз. Перейдем к управлению закрылками. Закрылки управляются на левой руке под пальцем. При кратковременном нажатии на эту кнопку, закрылки открываются, включается подсветка. Костюм можно выключить кнопкой на левой руке под пальцем при закрытых закрылках, зажав ее на несколько секунд. Как мы видим, перестает работать подсветка груди и управление закрылками. После снятия костюма, его необходимо выключить тумблером снизу. Спасибо за внимание. За всеми подробностями можно обращаться на сайт гипертрафт.ру. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok